СМЕРТИ САРЫ 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 Вот смотрите, что сказано о смерти Сары. «Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кореафарбе, который на долине, что ныне Хеврон, в земле Хананской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И все». Ну, я посчитал, что это несправедливо. И я с удовольствием всегда, вот если у меня есть возможность, останавливаюсь на женских образах в Библии, потому что там просто, ну, кладец всего полезного нам в эти дни. И если удастся, может быть, пару минут и так же останавливаюсь на рывек, и о ней тоже говорится. Они очень похожи, в общем-то, по своему такому, знаете, по своему характеру. И не зря, когда евреи благословляют своих дочерей, они говорят, желают им, чтобы они были такие, как Сара, Ривка, Илия, да, жена Иакова. Вот. Поэтому Писание, оно показывает нам, в общем, немного. Там буквально 5-6 мест, где о Саре говорится во всем Писании, но они ее показывают достаточно выпукло. А то, что не читается, можно прочитать. Ну, сегодня тоже, может быть, мы что-то прочитаем между строками. Ну, во-первых, еврейский народ считает своими прародителями не только Авраама, но и Сару. Ну, любого еврея спроси, вот он скажет Авраам и Сара. Что изменение имени, изменение имени она получила, вернее так, изменение имени получила от Бога не только Авраама, но и только одна библейская женщина, Сара. Да, она получила новое имя, которое обозначает княгиня, ну, княгиня Божья имеется в виду, наверное. Это свидетельствует, что свидетельствует о ее духовной силе и глубокое слово такое есть, интегрированность. Ну, если кто не понимает, такой вовлеченности, да, вовлеченности в планы Божьи относительно еврейского народа. То есть и Авраам получил измененное имя, и Сара. Ну, не просто так, в Библии ничего просто так не бывает, вы знаете, да? Только одна женщина получила личное пророчество от самого Бога, это тоже она была, это тоже была Сара. Можно сказать, и Ривков частично, но она сама пришла к Богу, там, вопросила, получила ответ. И можно также сказать, что жизнь Сары неотделима от ее семейной жизни. Это была очень крепкая дружная семья. Вы знаете, когда читаешь, ну, сейчас мы изучаем, как бы, эти главы Торы, мы видим, да, насколько она была, как они были связаны взаимной любовью и духовной близостью. Следует напомнить, что Сара без колебаний оставила свой налаженный быт в городе Ури, да, значит, и пошла за мужем, то есть она оставила цивилизацию, Другими словами, она оставила Одессу и пошла в какие-то степи, да, кочевать там вместе с ним и жить вместе с Авраам. Уже Ур Халдеевский в то время, ну, как его знают, значит, Ур в то время это был город, ну, очень такой цивилизационный, цивилизованный, вернее, так скажем, да? Вот. Она не побоялась отдать свою служанку наложнице Аврааму, понимая, что никогда, что никогда не займет ее, что та никогда не займет ее место в жизни Авраама. То есть это говорит о крепости семьи, да? Вот. Ну, и то, что они прожили столько лет без детей, и Авраам даже не брал себе наложницы, это тоже о многом говорит, это говорит именно о духовности, не только просто такой близости, да, такой психологической, там, вот, как муж и жена, но именно что-то их еще скрепляло, потому что нечто духовное только может дать такую крепость семье. Авраам часто советовался Саре, и иногда прямо выполнял ее просьбы, ну, как это было с Агарь. Ну, в моем понимании, в союзе Авраама с Сарой в значительной мере воплотилась божья задумка семьи, как гармоничного союза мужчины и женщины. Вот. В связи с этим, давайте вспомним, что мужчина, что женщина, согласно Писанию, не была бесплатным приложением к мужчине, как это в определенной степени показывает в синодальной переводе, ну, когда говорится о слове помощница, да, ну, помощница, ну, что-то такое, вот, поднеси, подай, как-то так, оно упрощает вот эту вот связь. В идее извлечения Богом, вот, из цельного Адама какой-то его компоненты, да, вот, для создания пары и двух личностей заложена идея взаимосвязанности мужчины и женщины и взаимодополнения, согласитесь, правильно? Вот. Потому что, ну, он создал, был идеальным, и что-то из него изъяли, да, ну, как бы, получается, что они должны быть вместе, чтобы было что-то идеальное, да, вот. Поэтому так оно, это, это и есть в задумке Божьей. В слове помощница, женщина, она, как бы, являет помощь одновременно и противостоит мужчине, и это вытекает из слова помощница эзер кенегда, буквально помощница, противница. Исходя из этого понимания, по задумке Божьей, мужчине для успешной жизни нужна не бессловесная помощница в стиле подмастерья, вот, а, условно говоря, как бы конструктивная оппозиция в парламенте, вот, чтобы мужчина, значит, не дремал, вот, не тупил, не ленился, но усердно трудился, развивался сам, развивал свою семью, принимая для ее пользы правильные решения. Ну, теперь вы понимаете, почему женщины именно так вот и поступают. Мужчины меня поймут. Когда мы тупим, то, соответственно, мы, естественно, имеем, что услышать. Ну, понятно, что здесь должна быть и мудрость, мы о ней тоже скажем, понимаете? Вот, но вы понимаете, о чем я говорю, да? Ну, тот, кто хочет слышать, тот услышит. Вот, ну, чтобы мужчина не перебарщивал, у нас создатель предупреждает женщин, чтобы они не стремились к господству над мужьями, ну, и не были сварливыми. Тоже, такой, там, при том, в нескольких местах об этом сказано, вот, так бы, ну, это для женщин. Вот, и в семейной жизни Авраама и Сары можно явственно увидеть мотивы отношений женщины, вот, заложенные в этом, заложенные в Эдеме. Вот, реально. И, кстати, в семье Ицхака то же самое мы можем увидеть. И Ривка, она очень похожа, во многом она очень похожа на Сару. То есть, они, понимаете, это, это вот умение, вот эта мудрость быть, быть женой, вот, именно, вот, как бы второй и в то же время, и в то же время, быть не первой, но и не второй, понимаете? Вот, 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 вот это вот, женщине всегда, это большая мудрость пройти вот между этим, да, чтобы вот получилось так, чтобы мужчина, он был главой, ему так положено, да, для порядка, это все, это мы видим из, ну, что учить, понимаете? Об этом Павел неоднократно учил, об этом даже вся Библия говорит о том, что есть некая иерархия во всем, есть некая иерархия. Но иерархия не господство, а иерархия, чего, любви, да? Итак, через Писание видно, что Бог очень ценит, ценит личность, личность Сары. В Исайе 51.2 она назвала прародительницей еврейского народа наряду с Авраамом. Посмотрите на Авраама, на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Евреям 11.11 Сара названа среди героев веры, потому что, как сказано, она знала, что верен обещавший. Поэтому итог, ну, что я хочу сказать, что рядом с Авраамом жила и детства прекраснейшая и достойнейшая женщина. И поэтому вот именно вот такие вот отношения между, глубокие отношения и душевное, и духовное отношение, духовные и душевные близости между Авраамом, вот они позволили еврейскому народу называть эту пару прародителями, как одну личность. Они исторические и духовные прародители еврейского народа, точно так же, как Адам и Ева, были физические прародители всего, всех людей. Ну, и, как сказано, в сегодняшнем разделе Тора она была похоронена в Хевроне, в пещении Махпела. Там впоследствии был похоронен и сам Авраам, а затем Ицхак и Ривка, а потом Иаков и Илья. Ну, название Махпела, оно переводится как бы двойное, подразумевается, что там есть два яруса, и говорят, что там, на самом нижнем ярусе, похоронен Адам и Ева. Ну, вот как Ева, она, скажем так, она не позволила Адаму выполнить свою роль во всей полноте, но Сара, она как раз именно та личность, которая позволила Аврааму, да, она позволила ему реализоваться именно и стать праотцом еврейского народа, на которого равняется каждый верующий еврей. Поэтому Петр, обращаясь к женщинам, он говорит, вы, дети, ну, то есть дочери ее, если делаете добро, не смущайтесь ни от какого страха. Вот, и буквально, к сожалению, я бы мог бы столько же и о Ривке сказать, достойнейшая личность, целеустремленная, такая, знаете, знающая, чего она хочет, как этого добиться, но в рамках, в рамках библейского призвания, значит, женщины. Вот, вообще, когда вот мы рассматриваем Сару, да, и, допустим, Ривку, мы видим, что еврейские женщины, они как бы имеют такое, они имеют пророческое помазание, да, особенно то, что касается, то, что касается судьбы их детей. И там, где, ну, скажем, в бытовых вещах, да, там, если там Авраам, условно говоря, там, неправильно, там, прибил гвоздь, там, или еще что-то, там, она ничего ему не скажет, но уже то, что касается детей, да, здесь уже еврейская мамочка, она, там, скажет свое слово. Поэтому надо было сказать, убрать этого конкурента, моего сына, значит, и все, и добилась, что убрали, да, вот, Измаила. Значит, когда Ривека, она увидела, что, ну, как-то не по Божьему плану это идет, да, она, я так думаю, не столько обманула, сколько она, как бы, ей хотелось помочь Божьему плану, ну, соответственно, точно как же, как Сара помогала, да, Богу, то и ей тоже хотелось, как говорится, помочь, чтобы Божья воля, она была исполнена. Ну, в любом случае, друзья, понимаете, вот, то, что, то, что, вот, какую, вот, раз мы говорим о женщинах, то, что вот я хотел женщинам сказать, вот, что можно отсюда взять прежде всего. Да будете вы, вот, именно вот, как Сара, Ривка и Лием, то вот такие мудрые, знаете, чтобы ваши семьи, они были крепкие, да, чтобы даже, если вам по вашему недосмотру попались мужья не лидеры, да, потому что вы умели взрастить лидеров, потому что это тоже возможно, из каждого не лидера тоже, если женщина, она будет смотреть на него глазами Сары, на мужа Сары и Ривки, да, вот, то любой мужчина, он будет лидером, понимаете, потому что их глаза, они говорили, о, ты мужчина, то тот мужчина, за которым я пойду, куда ты скажешь, понимаете, вот. И меня, я говорю, меня огорчает, когда многие, не то, что немногие, но есть женщины, которые по 15-20 лет в Боге, да, они не понимают вот этого, да, ведут себя немножко бесчинно, ну, по отношению к призванию женскому, да, то есть они там гнобят своих мужей, они пытаются там стать, стать лидерами, но это не по Библии, это не по Писанию, и они, в любом случае, даже если они добьются этого, ну, разве они будут счастливы с не лидером? Женщина счастлива с кем? Рядом со священником, правильно, она счастлива рядом с лидером, вот. Вот, поэтому, вот, еще раз я желаю, конечно, каждой женщине мудростью устроять свой дом, брать пример в этом, всматриваться в судьбы Сары, Ривки, вот, и находить именно то, что даст вам возможность быть именно библейскими женщинами в полном смысле этого слова. Ну, а мужчинам, естественно, я пожелаю так любить своих жен, как Иисус возлюбил свою церковь и отдал свою жизнь за нее. Тогда любая женщина, она, естественно, будет на вас точно так смотреть, да. Ну, и будьте священниками в доме, друзья, будьте священниками в доме, это очень важно. Да благословит всех, и вас, и нас, Господь. Аминь. Аминь.